Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди и я отошел от болезни точно так же, как это сделали и рынки. Под конец года мы наблюдаем настоящее ралли, особенно на альткоинах. Рыночная капитализация криптовалют достигла 1,7 трлн долларов, но биткоин и криптовалютные прокси и производные просто пробивают крышу, особенно мемкоины на Солане. Каждый брокерский или пенсионный счет пытается определить долю своих активов в криптовалюту, но доминирование биткоина на рынке упало ниже 50%, и многие называют это катастрофой, но для меня это не важно по двум причинам. Биткоин все равно остается тяжелым весом на криптовалютном рынке, а снижение его доминирования означает лишь то, что альткоин сезон в самом разгаре. Оттого мы и наблюдаем на рынке большую жадность, 73 пункта из 100 на индексе страха и жадности. Обычно, если мы превышаем 75, мы можем ожидать коррекцию. Но сегодняшняя история будет гораздо интереснее. Мы поговорим о ценовых ориентирах на 2025 год для биткоина. Мы провели много времени моделируя, анализируя, оценивая, и все для того, чтобы хорошо понять, как далеко мы можем зайти в ближайшие два года. И опять же, это ценовые прогнозы. У меня нет хрустальной чаши, и я не вижу будущего в огне. Но у меня есть модели, история и данные. И из этого всего можно сделать неплохие выводы. Опять же, это все не является инвестиционным советом. Это просто развлечение. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень помогает каналу. Большое спасибо. Но ты же не поставил лайк. О, вот теперь поставил. Идея заключалась в том, чтобы проанализировать огромное количество брокерских счетов. Сколько их, сколько в среднем на них денег, и что произойдет, если они переведут небольшую долю своего капитала в биткоин. Но затем эта идея вылилась в очень сложную модель прогнозирования цен, которая включает в себя тонну данных. Давай посмотрим, что из этого получилось. Есть 138 миллионов брокерских счетов, о которых мы знаем, среди всех крупных игроков. Сюда не входят другие виды фондов, которые управляют деньгами от имени состоятельных людей. Только брокерские счета. Например, крупнейший управляющий Fidelity имеет около 43 миллионов счетов. А за ним следует Charles Schwab, у которого 34,5 и так далее, и так далее. И, вероятно, здесь отражены не все данные по всем японским фондам и, возможно, многих европейских тоже нет. Но некоторые самые важные из них упомянуты. Так что имеем в виду, что мы все-таки берем небольшой кусочек из всего пирога, пусть и самый дорогой. Далее мы посмотрим на средний размер счета для всех этих компаний. У Fidelity это около 258 тысяч долларов, Charles Schwab 220 тысяч, один из самых известных брокеров Interactive Brokers, это 141 тысяча долларов и так далее. А это общий объем активов, которыми управляет тот или иной брокер на конец третьего квартала 2023 года. И в целом это 23,6 триллиона долларов. Крупнейший из них это Fidelity – 11,5 триллионов долларов. Давай рассмотрим медианный баланс брокерского счета по возрастным группам. И сначала тебя может оттолкнуть то, что в группе от 20 до 30 значения совсем небольшие. Но учти, чем старше люди, тем больше эффект линдии, тем больше у них было времени для инвестиций, тем больше эти инвестиции принесли доходов и тем больше вырос их изначальный депозит. Это логично. Итак, медианный баланс на брокерском счету для 20-летних американцев составляет 10 711 долларов. Для 30-летних – 30 тысяч, 40-летних – 68 тысяч, 50-летних – 135 тысяч и у 60-летних – 210 тысяч долларов. Среднее значение медианы, как бы это ни звучало, составляет 91 тысячу долларов. А это общее количество счетов примерно 138,3 миллиона. Вычислим средний баланс на одном счете, взяв общую сумму активов под управлением, разделенную на количество счетов. Получилось около 23,6 триллиона долларов и 138 миллионов счетов. То есть примерно 170 752 доллара на счет. Почему это важно? Потому что задай себе вопрос, а что же произойдет дальше? Большинство этих счетов, подавляющее большинство, 99,9%, не имеют в своем составе биткоина. Никто из них не разместил ни доли своего депозита в биткоине. Ноль биткоинов. А спотовый биткоин ETF уже на подходе. То есть это будет инструмент для них, чтобы зайти в биткоин. Что же произойдет, если они начнут понемногу выделять деньги на биткоин? Возьмем средний счет, 170 тысяч долларов, как мы посчитали, и представим, что он выделил 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов или 15 тысяч долларов на биткоин. Как это отразится на цене биткоина? Если общее количество счетов выделит всего 5 тысяч долларов на биткоин или же около 3% своего депозита, это фактически поднимет цену биткоина до более чем миллиона долларов. Что просто безумие. Когда я говорю о том, что все они кинутся вкладывать 3% в биткоин, это не значит, что это произойдет в январе 2024, если будет одобрен спотовый биткоин ETF. Я думаю, что скорее всего это произойдет в течение следующих 3-5 лет. Далее, еще веселее, если они выделят не 3%, а целых 6% своего депозита, не 5 тысяч долларов, а 10 тысяч, то цена биткоина составит уже 2 миллиона долларов. А если 15 тысяч долларов, то есть 9% депозита, то уже 3 миллиона долларов. Шокирующие и абсолютно невозможные цифры, как кажется сегодня. Ну и биткоин тоже до шока супердефицитен и заслуживает звание твердой валюты. Но давай возьмем более реалистичный сценарий. Вместо 3, 6 или 9% они вкладывают всего полпроцента. Скажем, если на брокерском счету 100 тысяч долларов и он выделит в биткоин 0,5%, это всего 500 долларов. У нас есть 23,6 триллиона активов под управлением. Вложения составят лишь полпроцента от этой суммы. Это подымет капитализацию биткоина до 2,5 триллионов долларов, что выльется в цену около 207 тысяч долларов. Далее, если вложения от 23,6 триллиона долларов составят 1%, цена биткоина подымется до 372 тысяч долларов. А если 3%, то до 1 миллиона долларов. Но в реальности будут люди, которые выделят 10% от своего депозита. Кто-то 5%, а кто-то вообще 0%. В среднем половина или 1% весьма реалистичны. Например, миллиардер Рэй Далио и многие другие высококлассные инвесторы считают, что 5% портфеля в биткоине это не безумие, а необходимость. Почему-то вспомнил про эту статью, как BlackRock в конце июля 2023 года заявила, что рекомендованная аллокация депозитов биткоин должна составлять 85%. Поэтому для меня более реалистично выглядит 0,5 или 1%. Микростратегия приобрела дополнительно 14 620 биткоинов по средней цене 42 110 долларов за 1 биткоин. На 26 декабря 2023 года у микростратегии есть 189 150 биткоинов по средней цене 31 168 долларов за биткоин. Майкл Сейлор, ее генеральный директор, провел опрос, в котором приняли участие 75 тысяч человек за 24 часа. Вопрос в том, как высоко вырастет биткоин в 2024 году. Только 15,7% считают, что до 50 тысяч долларов. 34,9% до 100 тысяч долларов. В 150 тысяч долларов верит 21,4% и только 28% думают, что мы преодолеем отметку в 200 тысяч долларов. И это только в 2024, завершение которого будет всего лишь спустя 7 или 8 месяцев после халвинга. Давай посчитаем математическое ожидание по всем этим цифрам. Как это сделать? Нужно умножить возможный исход на вероятность его наступления, а затем просуммировать получившиеся значения. Например, 50 тысяч долларов умножаем на процент 15,7% получаем 7 850. 100 тысяч умножаем на 34,9% получаем 34 900, затем 32 100 и 56 000. Сумма этих значений составляет 130 850 долларов. Я уже не первую модель цены вижу именно с таким историческим числом или приближенным к нему. У себя в Телеграме вчера я опубликовал этот график, который также исторически показывает достижение биткоином этой цены. Правда, где-то в ноябре или декабре 2025 года. Кстати, подпишись на Телеграм, посты там выходят регулярно. Давай посмотрим на ценовую модель Ли Ло для биткоина. Она основывается на истории и других факторах, и она предсказывает цену в 113 261 доллар. Следующая модель учитывает среднее значение доходности за каждый отдельный булран, длительность медвежьих рынков, дни до дна рынка и дни до пика рынка. На основе расчетов всех этих исторических данных новый цикл должен дать 228% роста, что приведет цену биткоина к отметке в 157 тысяч долларов. Очень высоко. Но это только предположение на основе истории, которое показывает, что каждый новый булран для биткоина приносит все меньше и меньше доходности. Обрати внимание, первый булран и первый халвинг 9203%, второй 3013%, третий 786% и прогнозируемая по этой модели доходность четвертого, в котором мы находимся сегодня, 227,94%. Пантера Кэпитал. Их аналитики дают прогноз в 147 тысяч долларов. Они также учитывали этот множитель бычьего рынка, рассчитанный на основе доходности. Здесь булран дал 93 икса, здесь 30 иксов, здесь почти 8 иксов и следующий, по их мнению, даст чуть более 4 иксов, от 35 тысяч долларов до 147. Итак, у нас есть очень много хороших моделей, которые на самом деле все показывают очень близкие друг другу числа. И именно это мы и хотим сделать, попытаться понять, куда мы идем, хотя бы направление. Я также проанализировал все ценовые прогнозы от самого низкого до самого высокого в Твиттере за последние 90 дней. Я взял самый низкий и самый высокий. Все ценовые модели, которые мы разобрали, минимум в Твиттере 87 971 доллар, максимум в Твиттере 177 384 доллара. Я также включил сюда модели цен, которые мы уже разобрали. 207 тысяч долларов, 113, 157, 129, 147 тысяч и 130 тысяч долларов. И если взять среднее значение всех этих моделей, то получится 143 861 доллар для Биткоина под конец 2025-го. Сможет ли Биткоин вырасти выше этого? Да. Сможет ли он не дорасти до этого? Может ли Биткоин не преодолеть отметку в 100 тысяч долларов? Тоже да. Но 143 тысяча долларов – это оптимистичный прогноз цены Биткоина на 2025-й год. Но давай вернемся к Майклу Сейлору, который купил еще 14 620 биткоинов вчера. Сейчас у них 189 150 биткоинов. Это 0,9% от общего предложения биткоинов. Но, как ты помнишь, от 4 до 5 миллионов монет потеряны. Так что микростратегия по факту контролирует еще больше, где-то 1,5%. Есть также 17% монет, которые контролирует Сатоши Накамото. Доходность инвестиций микростратегии в биткоин на данный момент составляет 37%. Где все те, кто смеялся и издевался все это время над Майклом Сейлором? Угадай, кто теперь смеется? Конечно же, Майкл. И если биткоин, как мы говорили, вырастет до 143 тысяч долларов, цена акций микростратегии вырастет до 2000 долларов. В этом году их акции выросли вслед за биткоином со 145 до 670 долларов. Да, рост биткоина провоцирует рост криптовалютных компаний. И если биткоин не разочарует в будущем, микростратегия может стать одной из самых дорогих компаний в мире. Но на этот раз есть большое различие по сравнению с предыдущими циклами биткоина. Впервые мы входим в цикл, когда предложение монет начинает уменьшаться после следующего халвинга. После этого халвинга, который грядет уже в следующем году. Обычно предложение монет всегда росло, но сейчас оно будет сокращаться, а спрос будет наоборот расти. И к чему же приведет такая формула? Сокращение предложения и рост спроса. Это будет безумие. Возможно, в свободном обращении сегодня не осталось и 2 миллионов монет для покупки. BlackRock и другие будут биться всего лишь за 2 миллиона монет. Теперь поговорим о миллионе долларов за биткоин, который мы можем увидеть в случае, если брокерские счета разместят всего лишь 3% своих депозитов в биткоине. На самом деле, это же вполне реально. 3% всего лишь. Кэти Вуд сказала, что институциональный толчок в биткоин окажет значительное влияние на цену, и он сможет вырасти до 1,3 миллиона долларов. Даже если после утверждения Bitcoin ETF наступит момент распродажи рынка из-за правила «покупай на слухах и продавай на новостях», Кэти считает, что цена биткоина к 2030 году составит более миллиона долларов. Да, даже если после одобрения или отказа заявки или заявок на запуск спотового биткоин ETF в январе произойдет большая распродажа на рынке, вплоть до 30-50% коррекции по биткоину, это будет отличным шансом. Люди просто забывают, откуда мы пришли в этот момент истории, что было всего несколько месяцев назад. Некоторые альткоины рухнули на 40% только что, перед этим показав рост в 2, 3, 4 раза за 2 недели. Это вполне естественно, и для биткоина, который пока еще не показал нормальной коррекции, падение не будет чем-то плохим, а будет хорошим подспорьем. Немного остыть, чтобы перегретые индикаторы немного подзамерзли, открыв место для дальнейшего роста. Посмотри на эту модель, она разработана на основе 20 различных индикаторов, и чем ближе мы к красному цвету, тем ближе мы к финальному пику движения. И если ты хочешь знать, когда нужно выдернуть шнур, когда нужно подсечь рыбу, пользуйся этим индикатором, подписывайся на канал. Здесь я обязательно покажу тебе этот момент, момент, когда не серединный, а окончательный пик будет пройден. Но все равно ценовые цели ты должен выбирать сам, ты должен включать свою голову, ты должен принимать собственные решения. И я здесь не для того, чтобы сделать это за тебя. Я здесь для того, чтобы подкинуть тебе информацию для размышления, дать тебе стартовую точку для движения. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok